Здравствуйте! На телеканале ИТВ программа «Твое здоровье». Сегодня мы посетим Республиканскую стоматологическую поликлинику и, конечно, поговорим о том, как важно иметь здоровые зубы. Что для этого необходимо делать и какие симптомы являются поводом обращения к врачу? Для начала небольшой экскурс по зданию, в котором мы сегодня находимся. Оно расположено в центре Симферополя, ему почти 100 лет. Именно здесь в свое время трудились известные выдающиеся стоматологи. Именно здесь были сделаны первые и весомые открытия, которыми пользуются и по сей день. Отсюда вышла вся стоматология Крыма из этого здания. Здание историческое. Уже около 100 лет здесь работает стоматологическая поликлиника. Сначала она называлась зубопротезная клиника. Здесь проводились курсы по выпуску зубных врачей. Шла война в 1944 году, эти курсы уже работали. Первый выпуск медицинского института Крымского, который выпустил врачей-стоматологов, состоялся в 1983 году. До этого все зубные врачи вышли вот из этого здания. История очень интересная. У нас есть архив с именами первых зубных врачей тогда. Это еще люди, которые получили специальность до революции. В 2019 году тоже в архиве есть интересные данные. Было запрещено брать деньги за удаление зуба. За это даже расстреливали. То есть здесь есть очень такие уникальные документы. В это здание я вообще захожу с трепетом. Я просто после того, как прочел архив, понял, какие люди были в этом кабинете, в этом здании. Вся крымская стоматология начиналась когда-то именно отсюда. История оказания специализированной стоматологической помощи начинается с 1920 года. В этом здании памятника архитектуры 19 века была открыта первая в городе стоматологическая поликлиника, впоследствии ставшая областной и республиканской. Здесь впервые в Крыму начали применять восстановление зубных рядов с помощью имплантов. Отказались первыми от штампованных коронок и стали работать с металлокерамикой. А теперь мы работаем полностью, исключили металл. С помощью безметалловых конструкций мы восстанавливаем дефекты зубных рядов. Здание это просто, скажем так, сакральное. И мы, допустим, сотрудники, мы считаем, что оно живое. Было много моментов, которые это подтверждают. Несомненно, это учреждение можно назвать древним, но только исходя из возрастных соображений. В своем солидном возрасте поликлиника является одной из самых современных, высокотехнологичных и востребованных клиник сегодняшнего дня. Конечно, многие изменения в лучшую сторону связаны с переходом на систему обязательного медицинского страхования. Если взять украинский период, последние 10 лет практически стоматология не финансировалась. Мало того, нам даже мешали. Мешали сейчас, поменялись источники финансирования. Нас финансирует фонд обязательного медицинского страхования. Вот, допустим, в течение года, мы работаем всего лишь год, вот в этом здании нет теперь ни одной установки старше 5 лет. То есть удалось за этот короткий период поменять, оснастить, переоснастить, вернее, поменять установки, оснастить их новыми функциями. Везде есть апекс-локаторы, есть скейлеры. Это чистка от зубных отложений зубов с помощью ультразвука. Ну и другие. То есть мы купили в зуботехническую лабораторию новые аппараты, которые с очень высокой точностью позволяют нам делать зубные протезы. То есть сделано очень много. С 2015 года в Крыму работает система обязательного медицинского страхования, которая позволяет получить качественную медицинскую помощь бесплатно, в том числе и стоматологическую. Если сравнивать с тем, что было год назад, мы делали, был перечень стоматологических материалов и услуг, которые оплачивал фонд медицинского страхования. Мы потом вносили свои изменения, то есть мы оказывали примитивные, простейшие услуги. Если мы пламбировку зубов делали, то мы делали с помощью, с применением цементов, самых дешевых материалов. Но постепенно мы стали зарабатывать больше денег, увеличилась стоимость уед, и сейчас мы применяем те же самые обезболивающие. Если раньше мы работали только с лидокаином, сейчас мы ввели препараты артикаинового ряда, которые позволяют все вмешательства делать безболезненно. Точно так же мы более современные материалы сейчас применяем. Эту помощь мы оказываем бесплатно. Бесплатные услуги в каждом лечебном заведении оказываются по определенным нормативам. Пациент может прийти в больницу или поликлинику и ознакомиться, какой перечень услуг он может получить бесплатно. Чистка зубов, обучение гигиеническим навыкам, пломбирование зубов, удаление зубов, услуги парадонтолога, то есть лечение слизистой оболочки. Протезирование, к сожалению, не вошло в перечень услуг, которые оплачивают с фондом обязательного медицинского страхования. Но насколько я помню, я еще работал и в советские времена, там тоже протезирование было платное. Затем ортодентическая помощь, изготовление простейших аппаратов, конечно, и коррекция их. Лечение тоже бесплатно. Конечно, исправление прикуса с применением брекет-систем – это затратная очень помощь. Здесь тоже платные услуги, к сожалению. Здоровые зубы, как и другие органы и системы организма – залог благополучной жизни человека. От стоматологического здоровья зависит не только красивая улыбка, но и самочувствие. Так, например, зубочелюстные проблемы могут сказаться на работе желудка и кишечника, повлиять на плохой аппетит и даже сон. Стоматологическое здоровье очень важно. Надо его воспитывать с раннего детского возраста. Родителям не забывать приводить детей на прием к врачам-стоматологам хотя бы раз в полгода. Взрослому населению рекомендую также раз в полгода посещать врача-стоматологам, особенно парадонтолога, выявлять заболевание десен. Есть ли кровоточивость, есть ли подвижный зубов – это очень важно, так как происходит убыль костной ткани, которая ведет за собой всевозможные последствия, то бишь потерю зубов. Сегодня стоматология перестала быть пугающим заведением для пациента. Современная аппаратура уже не вызывает мандраж у больного. Анестезия нового поколения позволяет сделать процедуру безболезненной, а новейшие методы лечения способствуют восстановлению зубов. Бояться не надо приходить к врачу, потому что действительно новые анестетики, лечение достаточно безболезненное, консультации проводят квалифицированные специалисты. Если заболел зуб, ждать и оттягивать по ходу к врачу не стоит. Это может привести к серьезным последствиям. Первые признаки должны вас насторожить и отправить к стоматологу. Прежде всего необходимо обращать внимание запах изо рта, болезненности сны, кровоточивость, при чистке, при приеме пищи. Также пациенты предъявляют жалобы на наличие зубов в деснах. Это основные такие жалобы, с которыми к нам приходят пациенты. Но в процессе уже обследования врач выявляет более тяжелой степень заболевания ткани парадонта. Детской стоматологии в поликлинике уделяют особое внимание. В первую очередь профилактика. О ней всем детям стараются рассказать специалисты. В детстве, как правило, бывают такие же проблемы, как у взрослых. Тот же самый банальный кариес, о котором все уже много знают. И, конечно, самое главное в нашем, ну, именно в стоматологии детского возраста обращать внимание на гигиену полости рта. Гигиена полости рта должна производиться с момента прорезывания первого зуба. Существует очень большой выбор зубных счеток и зубных паст для маленьких детей. Желательно обращаться к стоматологу, к специалисту за рекомендациями. Не заниматься самовольными, так сказать, использованием всех гигиенических средств. Конечно, как мы знаем, уже в первый год жизни, когда прорезываются первые зубы, ребенок нуждается в осмотре специалиста. Обычно, обычный врач-педиатр направляет на консультацию к врачу-стоматологу. Я очень рекомендую мамочкам не пренебрегать этим направлением и приходить к врачу-стоматологу, получая специальные рекомендации по этому поводу. Если у ребят возникают какие-либо проблемы, врачи готовы всегда прийти на помощь. Вылечить кариес, сделать зубной ряд ровным и красивым, а улыбки счастливыми. Это основные задачи стоматологов. Что же касается более старших детей, конечно, рекомендации не злоупотреблять различными сладкими напитками, конфетами и прочими радостями в жизни. Лучше обращать внимание на правильное питание, употреблять как можно большее количество овощей, фруктов, продуктов, содержащих кальций, таких как молочных продуктов. И, конечно же, не пренебрегать гигиеной полости рта. Непременно чистить зубы дважды в день, утром и вечером, и минимум раз в полгода обращаться к специалисту на осмотр. Но главное, о чем нужно помнить, о профилактике. Не устают повторять стоматологи. И в случае с детьми за профилактику, конечно, несут ответственность родители. Желательно, чтобы родители контролировали чистку. Начинать чистку зубов рекомендовано, чтобы начинала мама. Желательно, чтобы мама чистила зубы маленьким детям, постепенно приучая ребенку к самостоятельной чистке зубов. И обязательно, опять же, я еще раз вернусь к этому, нужно периодически обращаться на профосмотр к специалисту, и специалист будет контролировать, правильно ли ребенок чистит зубки. Неправильно. Непременное условие чистки зубов утром и вечером. Вечером обязательно чистка зубов. Приблизительное время это две минуты. Ну, а в остальном нужно обращаться к специалисту. Еще несколько слов для самых маленьких. Вредные привычки могут привести к неправильному формированию челюсти и к другим различным недугам. У детей часто наблюдаются такие вредные привычки, как длительное сосание соски, сосание различных предметов, пальцев, игрушек, подсасывание губ. Если родители обращают внимание, что у ребенка имеет место быть подобная патология, тоже нужно обратиться к врачу-специалисту, детскому стоматологу. И произвести некоторые мероприятия, чтобы отучить ребенка. От вредных привычек. Стоматологическая помощь сегодня рассчитана на каждого. Любые заболевания и деформации крымские специалисты в состоянии устранить. Главное, уверяют врачи вовремя приходить на профилактические осмотры. Чем раньше выявлен недуг, тем легче с ним бороться. Вообще в Российской Федерации уделяется колоссальное значение. Я сравниваю, что было в Украине в несколько раз больше. Во-первых, финансируется щедро. Эти деньги даже не вырабатываются. Вот в фонде обязательного медицинского страхования остались деньги, которые были выделены на профилактику. Здесь нам еще предстоит работать. Российские ученые доказали, убедительно доказали, что зуб, после того, как к нему прикоснулся инструмент стоматолога, ну я имею в виду, вот лечение кариеса, по статистике он живет 6 лет. И при этом несколько раз его перелечивают. То есть государство несет затраты, несет потери. Поэтому уже доказано, что с помощью профилактики, только с помощью профилактики можно как бы сохранить свое здоровье и будущее однозначно за профилактикой. По окончании нашей программы остается только пожелать от себя лично стоматологического здоровья вам, блестящей улыбки, отличного настроения. Заботьтесь о себе и своих детях, обращайтесь своевременно за квалифицированной помощью и будьте здоровы. Увидимся ровно через неделю в обычное время в 20.50 на телеканале ИТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова